Приветствую вас! Давайте мы начнем отвечать на ваш вопрос именно вот, так скажем, с конца. Итак, вы пишите о том, что мечтаете о здоровых отношениях любви к себе и семьи с любимым человеком. Вы понимаете, это я цитирую, я понимаю, что это мне необходимо и главное для того, чтобы я стал счастлив по-настоящему. Вот, знаете, именно эта фраза является ответом на вопрос, почему у вас проблема. То есть сейчас, в данный момент времени, вы не являетесь счастливой по-настоящему, как вы говорите. Вы не являетесь счастливой по-настоящему, но для того, чтобы быть счастливой, вам нужно как раз-таки здоровые отношения с парнем и семья. И вот, как это не парадоксально звучит, но в отношениях нельзя нуждаться в человеке. В отношениях нельзя использовать понятие семьи для того, чтобы что-то получить от нее. В отношениях вы что-то отдаете. В вашем же случае получается так, что вы стремитесь не отдавать, а получать. И привязываетесь вы к мужчине, вот вы говорите, что вы очень серьезно относитесь ко всему этому. Именно складывается ощущение, что по этой причине. То есть, основная причина, по которой вы занимаетесь, ну скажем так, проигрышное положение в отношениях, это ваша заинтересованность в них. И, соответственно, для того, чтобы перестать быть заинтересованность в них, чтобы действовать так, как вам этого хочется, чтобы выстраивать отношения так, как вам там хочется, необходимо как раз таки не быть зависимой от мужчин, не быть зависимой вообще от кого-либо. И не использовать человека, не использовать семью, какую угодно, да, пусть пока, а то вот я некая такая гипотетическая, для того, чтобы быть счастливым. А именно это вы и делаете. Уникает вопрос, как и тогда, уникает вопрос, а что мешает вам быть счастливой сейчас, на данный момент? Что мешает вам ощущать себя счастливой? Что мешает именно? Какие моменты вам мешают это делать? Какие внутренние блоки у вас стоят для того, чтобы чувствовать себя счастливой и так далее? Почему вы мечтаете? Мечтаете о здоровых отношениях, любви к себе и о семье. Кстати, вы говорите о здоровых отношениях, любви к себе, что тоже очень интересно, но не любви к другому. То есть вы хотите, чтобы любили вас, но при этом вы об этом мечтаете, о том, чтобы любили вас, и, соответственно, в каждом человеке, в каждом мужчине вы видите того, кто может вам это дать, кто может дать вам то, о чем вы мечтаете. И момент здесь заключается в том, что у вас потребность в любви, получается. У вас потребность в любви, у вас нуждаемость в любви, и из-за этого, из-за того, что у вас есть эта нуждаемость в любви, вы и ставите себя в такое положение, что мужчины думают, что вы полностью принадлежите им, вы полностью капитулируете перед ними, они видят, что вы настроены серьезно, они видят, что вы хотите быть с ними, и, соответственно, интерес к вам в них пропадает. И они вас, соответственно, уже не уважают, ни во что не ставят, ну и так далее, и так далее. И вот теперь, когда мы определились с вами, что есть некоторые желания, некоторые потребности ваши в любви, в том, чтобы быть любимой, вот, можно говорить уже теперь о том, что вы выстраиваете отношения по одной схеме. Давайте посмотрим пока в какой схеме. Я не выбираю плохих парней, пишете вы, и не навязываю. Они поначалу добиваются того, чтобы я была с ними. Они относятся так только ко мне. Любви ко мне у них не было, и они делали все, чтобы я их бросил. Как-то вот непонятно получается. Вы говорите, что они поначалу добиваются того, чтобы я был с ними. Они относятся так только ко мне. Как только ко мне. Как только к вам они относятся. Не очень понятно. Если у них любви не было, и вы это знаете, то зачем вы с ними? Чем они вас привязывают к себе тогда, если у них нет любви к вам? Что они делают такого, чтобы мы были с ними? Если у вас какие-то критерии того, как должен мужчина себя вести? С вами я имею в виду. Какой вообще мужчина видится вам рядом с собой? Какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой? это тоже очень важный момент здесь. Далее. Вы пишите, что они делают вам очень плохо. Как здесь вы немножечко сбиваетесь, и не очень понятно, что вы пишете. Для меня как-то отношение, это серьезно. Я привязываюсь, влюбляюсь в парни. Вот здесь тоже момент. Знаете, привязанность и влюбленность – это страсть. Страсть – это желание. Думаю, об этом вам уже некоторые эксперты написали. Желание – это то, что вы хотите получить от человека. И чтобы быть независимым, и чтобы такого с вами не повторялось, нужно понимать, какие у вас желания. И удовлетворять их самостоятельно. То есть, вы так себя ведете, то у вас складываются такие отношения, говорят о том, что вы не уверены в себе. Опять же, как вам сказали, что в этом может быть сценарное поведение, а родителей вполне может быть, что это следствие детско-родительских отношений. Да, такое тоже может быть вполне. Но тогда, если это так, то с этим нужно разбираться. У вас, видимо, есть проблемы как с образом женского поведения вообще, так и с уверенностью в себе. И, так или иначе, со всем этим нужно разбираться. Чтобы вы сами для себя решили, что мечтать об отношениях можно, но исключительно на уровне отвлеченных работ с образами и не более того. Человек не будет любить вас, если вы не любите себя. А вы себя не любите. Раз терпите плохое отношение к себе и позволяете так к себе относиться. Раз вы и позволяете мужчинам поступать с вами жёстко и позволяете им считать, что это нормально. Получается, что у вас занизанная самооценка, неуверенность в себе и, возможно, здраво остаться одной. Вот почему, откуда у вас это? Прямо по пунктам, откуда у вас это? Нужно разбирать. Нужно разбирать и тогда мне будет понятно всем проблемам. Может быть, родители ваши, они вас сильно любят чересчур. И вы привыкли, что любят вас, безусловно. В этом случае можно сказать о том, что, ну, безусловно, вас любить будут только родители. На 100%. Все остальные люди, они так или иначе любят вас, знаете как, с привязкой к обстоятельствам. То есть, у этих людей есть ваш образ. И этот образ формируется у них. Вопрос в том, какое вы сами хотите занимать положение в отношениях. Вы определитесь для себя в этом. Еще. И не нужно мечтать о том, чтобы вас любили. Нужно полюбить себя сейчас. Не нужно использовать семью и отношения для того, чтобы быть счастливой. Нужно быть счастливой уже сейчас. только будучи счастливой, будучи независимой и будучи удовлетворенной, можно выстраивать отношения полноценные, равноправные и лишенные всего того негатива, о котором вы пишете. А пока у вас есть зависимость, пока у вас есть прямая потребность, люди всегда будут использовать вас. Всегда будет вот этот вот шанс того, что вас используют. Поэтому, пока вы не поменяете отношения к себе, пока вы более четко, более полно, более правильно не будете воспринимать себя в отношениях, я думаю, что будет у вас существенная проблема, потому что не получится построить равноправные и независимые отношения так, как вы это делаете сейчас, на данный момент. Ну вот, не получится, к сожалению, вы сами это видите. И поэтому с вами нужно работать, с вами нужно разбираться и смотреть, почему так, как так получилось и так далее. И формировать новую вас, формировать более истинную вас, более настоящую вас, чтобы можно было выстраивать все-таки, так сказать, действительно здоровые отношения. Но не ради любви к себе, а ради того, чтобы любить другого, понимаете? Чтобы другого человека стремиться сделать счастлив, чтобы отдавать, а не получать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok